Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 июня и я хочу сегодня, сейчас приглашаю вас на экскурсию на мою теплицу, в мою теплицу для получения раннего урожая. Я обещала сказать, какие сорта я на будущий год не буду больше высаживать, какие хорошо подходят для получения раннего урожая, какие плохо. Вот мы сейчас зайдем, я вам подведу итог ранней высадки 2022 года. Я могу уже это сделать, потому что высажено давно, в марте, и большинство томатов урожая уже отдали, так что все выводы уже можно сделать. И я сегодня еще один массовый сбор сделаю, наверное, больше заходить сюда с вами не будем, потому что тут уже неинтересно, я уже все здесь почти показала, рассказала. Да и времени, если честно, очень мало, потому что я первый год стала практиковать рассылку семян летом, тоже не прекратила, и я не думала, что будет столько много летом заказчиков. Это тоже, ну, большую часть времени у меня забирает, так что каждый день ходить в теплицу, показывать каждый отдельный сорт некогда. Мы сейчас вот зайдем с вами, я тут как раз присела, отдыхаю, мы сейчас зайдем. Я покажу вам, скажу, что успешно у меня, что не очень, и плюсы и минусы все расскажу, и все. Обберу сейчас, вот пришла с ведрами прям, несколько ведер томатов унесу, и потом уже ее не будет смысла показывать. Ну, сначала, перед тем, как мы зайдем, и я начну как более подробно рассказывать, я вам расскажу, что я планировала заранее в этом году, но когда хотела здесь высаживать рано. Ну, во-первых, я хотела повторить успех 2021 года, то есть высадить также рано в конце марта, сохранить, постараться, чтобы был урожай. В прошлом году у меня был 9 мая первые спелые плоды, ну, хотя бы, чтобы результат был не хуже прошлого года. Потом я хотела расширить ассортимент сортов томатов для получения раннего урожая. Если у меня до этого были большинство детерминатные и не очень крупные, то в этом году я решила ввести вот такие прям крупноплодные, мясистые, сахаристые томаты. Потом хотела высадить малыши в ногах у великанов. Вы видите, вот висят у меня ампельки маленькие, которые вот в ногах у крупноплодных высажены. Так, вот это я планировала. Потом планировала испытать новинки. Меня просили, попробуйте, попробуйте. Вот мамонтенка от фирмы Семена Алтая. Я вот это планировала потом, планировала попробовать выращивать в теплице томатных гномов, хотя многие говорили, что их не стоит выращивать. Ну и частично они были правы. Вот сейчас зайдем, и я покажу вам, что получилось, а что не очень. Так, ну я начну по датам. Поэтому я также в конце марта высадила, 26, 27, 28, где-то так. Но в этом году поспели у меня томаты, в прошлом году на 9 мая первую, а в этом году поспели в апреле. Почему так произошло? И вроде бы почти те же сорта. Знаете почему? Потому что я в этом году вместе с ранней высадкой еще попробовала вот этот вот турборежим, то есть режим усиленной подсветки во время выращивания рассады. И получилось, что рассада у меня быстрее выросла. И я ее когда высаживала, она была уже как бы такая взрослая, полноценная. И уже в апреле начали спеть у меня томаты. Это вот по датам. Это все полностью получилось на 100%. Даже нынче превзошла я свой успех 2021 года. Второй пункт моего плана, то, что я решила добавить крупноплодные томаты для получения раннего урожая, тоже получилось. Я вот показывала, что уже в апреле поспели вот такие крупные у меня. Малахитовая шкатулка. В апреле поспел, конец апреля, начало мая поспели вот такие огромные мясистые, сахаристые, розовая магия. Видео я про него сняла, но, к сожалению, из-за нехватки времени лежит несмонтированное. Но вы все равно потом увидите. Тоже можно для раннего урожая применять этот сорт. Король ранних урожайных, вот такой прекрасный, огромный, номер 370, тоже оказалось идеально подходит для получения раннего урожая в теплице. В мае уже вот эти вот огромные бифтоматы уже были у меня спелые. Порадовал своим результатом томат Яша Югославский, но я и не сомневалась. Он хотя поспел не в числе первых, но зато смотрите, смотреть на эти гроздья невозможно равнодушно, потому что поражает какой прекрасный Яша, да их много. Так, ну я бегать по всей теплице не буду, назову только. Вот новинка бочка меда, снимала про нее видео, есть на канале. Вызрел крупный, желтый, вкусный, сладящий. Как обычно, мои, король Лондон, ботяня, любимый праздник, пудовик, тяжеловес Сибири. Тяжеловес Сибири вообще одним из первых вызрел. Я в начале мая, по-моему, снимала видео, какие томаты поспели самыми первыми, но как всегда не смонтировано лежит, потому что у меня потом началась высадка, ни одной минуты свободы не было. Это все хорошо. Вот в этом пункте почти все, что я высадила, удачно выросло, кроме черного сердца Америки. Но тут 50 на 50, сейчас расскажу почему. Я уже говорила, что по сравнению с другими, черное сердце Америки в первый период выглядело очень плачевно. Первая кисть у нее осыпалась, на второй кисти там одна всего была, я сняла один всего плод. И вот смотрите, например, рядом етина мать, видно, что он более продуктивный. Но потом это черное сердце Америки, не в конце, а в последующем, начало завязывать. И вот смотрите, оно у меня так ползет по теплице, и тут уже у него появляются огромные красивые сердца. Так что про него я скажу так, что высаживать в теплицу я его не буду, раз он не хочет рано в экстремальных условиях давать мне урожай, значит будет или в нормальные сроки высаживать его нужно в теплице, или он будет просто в открытом грунте. Сейчас, когда все, которые для раннего урожая были посажены, все уже поспели, и уже тут собираюсь на второй урожай высаживать, черное сердце Америки только проснулось. Про серию томатов от фирмы Семена Алтая я снимала очень подробное видео. Так ли хорош Момонтенок, как его хвалят, и вообще и дегустацию делала все. И тут тоже, как испытания прошли удачно, томатики хорошие, неприхотливые, вот такие вот прям без каких-то требований. Если я рассказывала про черное сердце Америки, то что она сбрасывает там цветы, не все завязывается, то у этих наоборот, у них все хорошо, у них и завязываемость, и прям, как сказать, густо они облеплены, рано самый первый Момонтенок уже обобран почти весь, потом следом пошла сердцеедка. Я показывала, когда они были еще не обобраны, они прям вот как виноградины, вот так все были улеплены. Так что эти сорта на будущий год я обязательно высажу для получения раннего урожая. Идеальные. Можно и раннее урожай получить, и еще потом второй раз сюда посадить. Их же, с этих же семян. Так вот, смотрите, Момонтенок, да, Сердцеедка, да, Кулема, да, Йетина Мать, да, ой, слово как матерок, я не могу прям... А цыпочка нет. Про цыпочку я сразу говорила, что она капризничает. Она первые кисти сбросила, и первые сбросила, и, по-моему, вторые сбросила. А те, которые не сбросила, вот она висит. Я уж ей особые условия, ей качели сделала в гамаке, она у меня здесь качается. А те, которые я не сбросила, она вытворила, начала... Ну, короче, вершинка у нее. Начались носики у нее вот так вот делаться, видите, как обычно. И вот тоже. Следующие кисти вроде бы нормальные, такие как многодетные. Ну, видите, что они вот начинают спеть, и все. Я больше чем уверена, что многие, например, сейчас скажут, да нужно было обрабатывать просто там вот кальций содержащий какие-то, доболеть все. Но я специально ничего не делала, потому что я хотела... Это же испытание. Я хотела посмотреть, как в одинаковых, в одних и тех же условиях ведут себя разные сорта томатов. Тут проблема не в том, что не хватает кальция в почве, потому что специально высадила рядом два почти одинаковых сорта, ну, по характеристикам. Вот смотрите. Здесь же у меня растет такие же желтые, длинненькие, как сливовидные томаты. Сейчас, чтобы видно было, кисти листья уберу. Вот это вот русские колокола. Ой, зачем зацепил-то? Вот русские колокола. Почти такие же. Ни одного носика больного. Они тоже удлиненные. Они тоже остроносенькие. Но почему-то у них, для них в почве все хватает. Им не нужны дополнительные обработки. А понимаешь ли, нашей ципи-дрипи нужны какие-то дополнительные обработки и какие-то лишние телодвижения. Вот видите, через один. Один хороший, один нет. Я не хочу ничего дополнительно обрабатывать. И поэтому, если из двух сортов, например, вот русские колокола такие же, тоже желтые, тоже вкусные, сливовидные, и цыпочка такой же, если этот болеет и без доп-условий, он не хочет у меня нормально плодоносить, значит, его не будет на будущий год в теплице. Тем более, про этот сорт я хочу сказать, что это же тоже как своего рода сорт-двойник. У меня точно такой же есть золотой лимон и точно такой же золотая канарейка. Я думаю, что мне не стоит плодить одинаковые сорта. Они, главное, интересно, начинают спеть, все нормально. Только доходит до той зрелости, когда думаешь, ну вот уже скоро поспеет, можно будет съесть. Раз, у него носик заболел. Мне это не нравится. Ведь мы же, когда выращиваем, ну, по крайней мере, я так делаю, я думаю, многие так делают, мы когда выращиваем, мы же сравниваем и смотрим, что нам подходит, что не подходит. И действительно, если вот такой же сорт рядом растет без каприз, без всяких там, без выставления требований дополнительных, то, конечно, я оставлю, как всегда, проверенные русские колокола. К сожалению, цыпочки на будущий год не будет. Вот это уже второй этот томат, который я высаживать не буду. Черное сердце Америки в теплице на будущий год не будет. И не будет цыпочки. Так, попали в этот список санкционный и некоторые томатные гномы. Когда мне многие зрители писали, что гномы не надо в теплице высаживать, что они здесь как бы, ну, не то, что жируют, а вот бывает, что некоторые сорта томатов на улице нормальные, а в теплицах они видоизменяются, они как дуреют, они начинают расти. Вот видите, у меня какие гномы. Но сплошной стеной не очень для теплицы это удобно. Сравним, смотрите, вот, например, сквозь эти все пропускается, у них уже давно все спеет, они давно красным красно, давно отдали урожай. Они реденькие, они культурные, они компактные. И вот они, голубые ели. Ну, елки-елки, бор сосновый, еловый. Смотрите, это у меня вот бой с тенью, улура охра, гордость пирса, там дикий фред, ой, не дикий, ой, дельта дайвер. Про дельта дайвер я сказала сразу, больше его у меня в теплице не будет. У него самые толстые жирные листья, он самый, самый сильно заботящийся о том, чтобы листьев было много. Вот он их наращивал, 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 поспела всего одна крошечная помидорка и все. Если бы у меня, например, спросили, какие из всех этих, таких вот, вот видите, какая чернота прям от них, из всех этих гномов, какие бы, например, я оставила в теплице, если вот, например, ну, только в теплице можно выращивать, у кого-то есть ситуация, например, выращивают только в теплице, тогда, пожалуйста, гном бой с тенью, видите, он ниже, он быстрее поспел, самый первый. Так, вот первая рекомендация гном бой с тенью. Второй, пурпурное сердце, она тоже, видите, и по высоте немножко ниже, и она начала спеть в числе первых. Потом, у Луру Охра, конечно, она поспела у меня, она сейчас есть спелая, и вот этот дикий Фред, он тоже поспел, но они очень, очень продуктивные насчет зеленой массы. Мне это не понравилось, и вот на будущий год сюда им вход будет заказан. Гномы хорошо растут и на улице, я вам показывала, ну, еще буду показывать, поднятая грядка, высаживала с временными укрытиями, под дуги, сейчас там прекрасно уже все улеплено томатами, гномами, так что вот эти два сорта, пурпурное сердце и буй с тенью, можно оставить, остальные все на улицу, на улицу. Первый раз высаживала, в теплице выращивала самый ранний биф, очень понравилось. Вот это просто комок каких-то вот томатов, вот вместе слеплены очень много, очень-очень большое количество. Единственное, что некоторые томатики не доразвились, не налились вот до такого размера, но тут я грешу на то, что у нас же была аномальная жара, у нас капельный полив не справлялся, у нас влаги не хватало, и это все было, ну, может быть, было бы больше вот эта масса, но, по крайней мере, в принципе, он подходит для выращивания в теплице. На будущий год его еще раз попробую посадить. Тут бедные черри сидят в самой темноте, в уголке, но все равно поспели в числе первых. Вот это Гартен Фройде, очень сладкое, поспело в первую очередь, так что для теплицы идеальный вариант, куда-нибудь в уголок, для деток и самим. Я каждый день захожу, 2-3 помидорки съедаю. Ну и в конце хочу сейчас рассказать малыши в ногах у великанов. В теплице не применяла ни разу, на улице этот способ я пробовала, ну, как этот метод выращивания. Когда скороспелочки подсаживаем, вот к таким вот большим великанам, они от плодоносят, потом их выдергиваешь, и как будто их тут и не было. Я вот этого подкидыша навысаживала, и это, знаете, прям выход из положения. Никому он не мешается, тут же кроме меня никто не ходит. Он как наспеет. Я пошла с маленьким лукошком, как за ягодами. Раз, 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 набрала, обобрала. Через 2 дня приходишь, новые ягодки наспели. И сейчас тут вот некоторые я вообще уже вот так вот сделала, чтобы быстрее поспели. Сейчас все от плодоносят. Я их выдерну, выброшу, и все. Вот. Это вот я планировала, сделала. Тоже можно применить. Можно применить. Но я делаю только с той стороны, где солнце, с солнечной стороны. Так. Про второй я урожай не планировала, но сегодня уже высадила мамонтенка для получения второго урожая, потому что жара спровоцировала. Очень быстрое, очень дружное созревание всех томатов, которые были высажены рано, чтобы теплица не пустовала. Так что, возможно, осенью, когда начнет падать первый сибирский снег, возможно, вы увидите у меня опять здесь теплицу, полную красных томатов. Ну вот. Я отчиталась перед вами за свои ранние посадки, потому что, когда весной я высаживала, ну, я же как говорила, я вот это хочу попробовать, вот это хочу попробовать. А всем интересно ведь посмотреть не тогда, когда я в марте высаживаю, а тогда, когда, ну, как говорится, цыплят по осени считают. Люблю это выражение. Когда уже действительно результат налицо. Ну и вот. Почти все получилось. Семена алтая сорта оказались для раннего урожая идеальными, хорошими. Крупноплодные, которые высадила, оказались тоже. И поспели вовремя, и вкусные, и никому не помешали. Тут всего лишь на одного попалась я, томата гиганта, о нем потом расскажу, сейчас прям, правда, некогда. гномы лучше не высаживать. Делаются очень большими. Два сорта, которые я назвала. Цыпочку высаживать не буду. Золотое сердце Америки высаживать не буду. Но остальное, вроде бы, все хорошо. В этом году, если с апреля уже начали спеть томаты, я на будущий год рассаду рано уже сеять не буду. Лучше посею попозже. Примерно на три недели, может даже на месяц. Включаю ей турбо-режим освещения усиленное. И она вырастет в те же самые сроки, как в этом году. Короче, я весь свой опыт прошлогодний наусно-матываю. Стараюсь применить, скорректировать. Вот те сорта, которые я вам сегодня назвала, которые удачно. Но я тут еще, конечно, не все назвала. Мамино малиновое сердце, триста четырнадцатый номер. Триста двадцатый, двадцать второй номер говядина с куста. Поспели в числе первых. Очень хорошо. Потом там шапка мономаха где-то за мной. Потом алсу. Короче, сортов много. Все, которые я высаживала, кроме гномов и кроме вот цыпы-дрипы и черного сердца Америки, могу на будущий год снова посеять. Но я на будущий год хочу сделать упор все-таки вот на эти, на детерминатные и вот которые раннеспелые. Вот мамонтенок посажу побольше, сердцеедки, посажу обязательно малахитовую шкатулку, очень вкусная, ну вообще вкуснятина. Побольше те, которые рано, они рано закончатся и хочу их еще во второй раз. Но я это уже все повторяю, я все это уже говорила. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот такой 2022 год. К сожалению, у нас из-за аномальной жары у меня сейчас времени совершенно нет, но постараюсь, конечно, каждый сорт показать отдельно, потому что все сорта, которые растут у меня вот в этой теплице, они все еще у меня повторно растут в открытом грунте. Я же их сравниваю там или там, потому что бывает, что некоторые, те, которые в теплице растут хорошо, в открытом грунте, не успевают вызревать. И об этом я вам тоже буду рассказывать. Все. Желаю всем успеха, желаю всем урожая хорошего. Главное, хорошей погоды.